Предприятие России увеличивает выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких. На закупку оборудования Минпромторгу дополнительно направили 7,5 млрд рублей из резервного фонда Российской Федерации. Аппарат ИВЛ – это сложный прибор, для которого необходима масса различных расходников. Первым, кто наладил производство комплектующих Тверской области, стал Ржевский завод электромеханика. А именно здесь изготавливают клапаны для аппарата. Специально с рабочим визитом 4 мая линию производства посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в сопровождении губернатора Тверской области Игоря Рудени. О том, как налажен производственный процесс, расскажет наш корреспондент Наталья Чекет. Публичное акционерное общество электромеханика является многофункциональным машиностроительным предприятием. Основное его направление – это разработка и изготовление сложного высокотехнологичного наукоемкого оборудования. Не случайно именно на этом заводе одними из первых наладили производство технически важной и сложной части аппарата искусственной вентиляции легких. В стране подобное устройство выпускает всего несколько предприятий. Небольшой клапан используют в аппаратах ЭВЛ. Он соединяется с маской и обеспечивает пониженную концентрацию кислорода для пациента. И в связи с пандемией коронавируса COVID-19 потребность в этих компонентах многократно возросла. За неделю на заводе производится около 200 клапанов. На их производстве задействовано порядка 10 человек. В их числе один из самых опытных токарей Юрий Образцов, работающий около 38 лет токарем на заводе. Я начал работать еще с училища, еще до армии работал. Потом ушел в армию, после армии пришел опять сюда и тружусь по сей день. Мы сейчас делаем клапана для ЭВЛ, помогаем станкам с ЧПУ доделывать что-то. Но вот за неделю по 200 штук мы должны выпускать в неделю, собрать от токарной обработки и так далее. Для изготовления важнейшей части ЭВЛ используются современные станки с числовым программным управлением. Кстати, тоже изготовленные в Тверской области. Все клапаны проходят испытания согласно техническим условиям по изготовлению медицинского оборудования. Российские клапаны по характеристикам ничем не уступают зарубежным. За основу был взят импортный аналог. Однако конструкторы электромеханики сделали свои доработки. Для повышения надежности этого ключевого узла аппарата искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день это в принципе уже свой клапан. Не похожий на те импортные аналоги, которые имели. Пока сертификат соответствия получен на данную продукцию. А насчет патента подумаем. Готовые клапаны направляются во многие медучреждения, как в нашем регионе, так и за его пределами. В том числе они поставляются и в Тверскую областную клиническую больницу. Как говорит заместитель директора завода Андрей Константинов, сотрудники готовы к увеличению производства клапанов для ЭВЛ. За умение быстро перестроиться на другой режим работы Ржаветян лично поблагодарил федеральный министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он также отметил, что в Тверской области перепрофилировано порядка 30 крупных предприятий на выпуск самых востребованных в медицине изделий для борьбы с коронавирусом. Отдельные слова благодарности руководству электромеханики за очень быстрый запуск производства клапанов для кислорода, для искусственной вентиляции легких, для инфраструктуры кислородной, для создаваемого фонда. Коллеги полностью обеспечили потребность Тверской области для создания коечного фонда. По итогам посещения предприятий губернатор Игорь Руденис сообщил журналистам о разработке дополнительных мер поддержки производств для закупки высокотехнологичного оборудования, увеличение мощности и выхода на международный рынок. Сегодня, благодаря тому, что наши предприятия стали выпускать изделия для подачи кислорода на медицинское оборудование, нам стало возможность дополнительное количество больничных коек зарезервировать и уже создавать для того, чтобы у нас была возможность в том числе при необходимости реагировать на любые вызовы и на любые проявления, которые могут и угрозы, которые могут формироваться на территории нашего региона. В завершении визита Денис Мантруф и Игорь Руденя поздравили сотрудников предприятия с наступающим праздником – Днем Победы. А лучшие специалисты завода были отмечены почетными грамотами и благодарностями. Хочется надеяться, что позитивный опыт Ржевского завода станет примером для многих других предприятий, способных наладить выпуск востребованной сегодня продукции.